Это был период, когда мы выросли из статуса наемных разработчиков, воплощающих идеи других фирм. Следующей ступенью был совместный выпуск игр, что позволило нам реализовать и продавать собственные задумки, такие как Lost Vikings. Потом мы наконец решили, что хотим попробовать издавать собственные игры, и мы начали работать над Warcraft. Идея была в том, что мы передавали игру издателю с наложенной сетью продаж, но мы разрабатывали дизайн упаковки, занимались рекламой, и на коробке должно было стоять наше имя. В это время появились Боб и Джен Дэвидсон. Мы узнали о Silicon & Synapse, потому что у нас была одна детская игра, Kidworks, которую мы хотели выпускать под Windows. А эти ребята взялись за дело и выполнили задачу точно в срок, не превышая бюджета. Я услышал про Silicon & Synapse, когда только начал работу в Davidson & Associates. Представляю, моей первой задачей фирмы было подготовить документы по покупке этой маленькой компании, которая так заинтересовала Davidson. Мы захотели приобрести Silicon & Synapse, потому что к тому моменту мы занимали довольно большую часть рынка обучающих приложений, и следующим шагом хотели выйти на еще более крупный рынок развлекательных программ для PC. Как-то однажды Боб спросил Алина, сколько ты хотел бы получать, я тут назвал ему какую-то астрономическую сумму, будучи уверенным, что Боб ему откажут. А он взял и согласился. Мы к тому времени были открыты акционерной компанией, так что у нас были возможности для такой покупки. Насколько я знаю, у них не было намерения продавать Silicon & Synapse, но Интерплей, видимо, сделала им предложение, от которого нельзя было отказаться. В те дни Интерплей стоял на вершине индустрии. Превосходная компания с множеством талантливых сотрудников. Мы всегда думали, что у них есть преимущества, поскольку они были близки по духу к парням из Silicon & Synapse. С другой стороны, мы крепко стояли на ногах в этом бизнесе, а они искали именно взрослых партнеров. Фактически, они сказали, что для нас ничего не изменится, продолжайте заниматься тем, чем занимались раньше. Вы хорошо делаете игры, мы умеем создавать обучающие программы, мы занимаемся продажами и дистрибуцией, но для вас все остается по-прежнему. Занимайтесь своим делом. Эти ребята были полны творческого энтузиазма, и его нельзя было обуздать, можно было только позволить ему реализоваться. Скажу больше, они не просто талантливы, они понимают, что нужно потребителю. Наконец, в пятницу, Ален позвонил мне и сказал, знаешь, ваша компания сделала нам очень привлекательное предложение, но мы уже давно работаем с Интерплей, и хотим сотрудничать с ними. Позже ко мне в офис зашла Джен, и я сказал ей, что ребята из Silicon & Synapse выбрали Интерплей. Она удивилась и спросила, можно ли ей самой поговорить с Аленом. Я сказал, да, ради бога, и она так и сделала. Передаю ей слово. Я позвонила ему и сказала, вы совершаете ошибку. На что он ответил, знаешь, мы тут уже сидим и думаем, что, наверное, мы сделали худший выбор из всех возможных. Я настаивала, вы сделали ошибку, так что подумайте еще. В следующий понедельник Ален перезвонил и сказал, я все выходные не спал, и думал о том, что сказала Джен. Хороший признак, подумал я. И наконец он признался, знаешь, нам нужны крепкие профессионалы с деловой хваткой, как у ребят из Дэвидсон. Поэтому мы решили изменить решение и сотрудничать с вами. Они сказали, что не будут вмешиваться в творческий процесс создания наших игр. И все эти годы нам удавалось сохранить эту независимость. Нам удалось установить уникальные отношения в плане разделения обязанностей внутри крупной компании. Нам было просто позволить Близзард делать все, что им заблагорассудится, но с одной оговоркой, эта система должна была работать. Если что-то будет не работать, нам придется вмешиваться, но нам не приходилось вмешиваться ни разу. По-моему, любое название компании звучало бы лучше, чем Silicon and Synapse. И вот в какой-то момент Ален сказал, надо сменить название. Мы устроили мозговой штурм и придумали Чайл Студио, что в некотором роде отражало наш творческий процесс, да, собственно, и продолжает отражать. Некоторым казалось, что это Чаус или ЧАДС. А потом нам позвонили ребята из компании Чаус Технологис. Они работали где-то во Флориде и сказали, что они первые зарегистрировали эту марку. Но, пожалуйста, можете ее использовать, только отстегните 100 тысяч долларов. И мы ответили, ладно, мы лучше выберем другое название. Сразу после этого перезвонил Ален и сказал, «Ну, мы тут посовещались и решили, что нам не очень нравится название Чаус, давайте придумаем что-нибудь другое». Мы перебрали несколько других идей, в том числе Огар Студио. В то время мы уже входили в состав Дэвисон Энн Ассоциейтс, и когда Ален предложил название Огар Студио, Джен резко воспротивилась. «Интересно», — подумал я, и попросил ее аргументировать. Мы с Джен немного побеседовали, и она привела железный аргумент. Мне казалось, что дети будут пугаться этого названия. Я перезвонил Алену и сказал, «Слушай, я знаю, мы обещали не вмешиваться в ваши дела, так что мне очень неудобно. Но, судя по словам Джен и наших ребят из маркетинга, это может плохо повлиять на бизнес, а они уж свое дело знают». В общем, мы пришли к выводу, что надо изменить название на что-то более дружелюбное. Кажется, Ален принес на листочке семь слов, выписанных из толкового словаря. «Миднайт Студио» звучит как название для порно-студии, и «Близзард Интертеймент» — название, которое не вызывало никаких ассоциаций. К счастью, мы отбросили все странные и плохо звучащие названия и остановились на совершенно замечательном слове «Близзард». Вот так от сисек, огров и конфетти мы пришли к «Близзард». Помнится, сто лет назад в компанию пришел парень по имени Крис Метсон. Ален знакомил его со всеми сотрудниками, и они зашли ко мне в офис. Крис заметил, что у меня на полках полно всяких G&D прибамбасов. С этого момента мы стали нервнее вода. Много лет назад я играл в одной группе, и как-то после концерта, кажется, я нарисовал что-то на салфетке. Тут подошел один приятель моего знакомого, увидел это и сказал, «Слушай, одной ферме из Костомеза нужных художников». Я даже толком не понял, что это была за ферма «Подумал», они занимаются дизайном, но меня вдохновила идея, что кто-то будет платить деньги за мои рисунки. Я сгонял туда в пятницу утром и познакомился с милейшим человеком по имени Джо Рэй. Кажется, первым делом он спросил меня, «Тебе чего тут надо?» Да, некоторые из нас не были образцами вежливости. Мы могли сказать в трубку «Алло». А Ален постоянно высовывался и ругался, и говорил, «Нельзя разговаривать по телефону». Я положил свои рисунки на стол, а он сходил за своим боссом, парнем по имени Ален Адам. Он позвал меня в кабинет, мы побеседовали, и он спросил, «Хочу ли я у них работать?» А я ответил, «Да хоть поломорикой». Просто как только я попал к ним в офис, я встретил всех этих замечательных людей, и я понял, что это мой дом. В те дни многие из нас играли в различные игры, слушали хэви-метал и рок-н-ролл. Фанаты, что с нас взять? Мы могли прикалываться друг на другом, бегать по офису с воплями и махать водяными пистолетами. Никто уже не помнит, откуда взялась стена Джавы. Кажется, у кого-то была маленькая пачка желтых стикеров, и кто-то нарисовал на одном из листков что-то напоминающее Джаву, и все подхватили. «Ой, это же Джава, смешной какой!» И мы начали дурачиться с этим именем. В забаве участвовали все художники, и на одном рисунке был такой Джава с лохматой афро-прической в очках. И он показывал средний палец, картина была подписана «Джавари Хоу» в умора. Там были пародии на супергероев типа Джава и Уэйн. «Джавптимус Прайм» или «Джава, гоняющийся за дживом». Это была озаглавленная Джувасик Парк. Пародия на тень самурая Джава Фу. Гитарист, сминающий Джаву под ногой. Этими рисунками была обклеена вся стена, а через несколько дней они куда-то пропали. Остались только в нашей памяти. Я иногда с ностальгией вспоминаю эти времена, но, увы, их не вернешь. Спасибо. Мы делали множество консольных игр, но уже были готовы к чему-то более глобальным. Первой моей игрой в Blizzard была Justice League Task Force. Уличный файтинг с участием супергероев, который пробудил во мне невероятную жажду деятельности. Это была особенная игра, которая преподала нам важный урок, чтобы вы не думали про Супермена. Он не такой уж крутой, как кажется. Дальше, кажется, я должен был заниматься текстурами для Lost Vikings 2. Я начал работать Blizzard в 1994 году вместе с Никки Нильсоном, Дэйвом Берглином и Крисом Меттсеном. В то время я не очень хорошо знал Меттсена. Помню только, что мы вместе начали изучать трехмерную графику, и для нас, обычных художников, это оказалось нелегким испытанием. Вся индустрия переходила в трехмерное пространство, и мы, художники, тоже должны были освоить 3D Max. Как же меня бесила эта программа. Я думал, черт, только бы меня не выперли с работы, я не могу с этим справиться. Помню, Крис ругался как таксист. Я думал, это же ненормально ругаться в офисе. И вот в какой-то момент он откидывается на стуле и харкает. Да, я помню, я плюнул в экран. Я смотрю и думаю, ну все, теперь этого парня точно выгонят с работы. А на следующий день я прихожу, а он еще здесь. Я думаю, как его не выгнали? В те дни мы вкалывали как лошади. У нас были основные обязанности. Я, например, занимался графикой, и в то же время отвечал на телефонные звонки. Мы сами искали баги и обеспечивали техподдержку. Я был одним из двух парней, ответственных за техподдержку. То есть в течение дня я отвечал на телефонные звонки. А вечером мы шли во Фрайс или Майкроцентр, покупали там железо и устанавливали на компьютере пользователей. Так что работа у нас была по горло. Мы были очень благодарны тем, кто мог еще взять на себя какую-то обязанность. А желающих всегда хватало. Наши художники могли работать сегодня на Ditch and Return of Superman, завтра на Justice League Task Force, а послезавтра начинать новый парень. Как же он назывался? Ах да, Warcraft. Мы в то время вовлекались игрой Duna 2, которую сделали Westwood Studio. Но помимо ребят из Westwood, мы были первыми разработчиками, оценившими им перспективность жанра стратегии в реальном времени. Эволюция вселенной Warcraft происходила очень причудливо. Большинство реализованных задумок, воплощение смешения идей дизайнеров и прочих людей, в начале была классическая фэнтези игра, с разными персонажами, людьми и орками, но они казались какими-то маленькими, надуманными и смешными. Возможно, потому что они действительно были маленькими и смешными. Тогда за дело взялся Сэм Дидье и прочие ведущие дизайнеры. Их многообразие идей дало толчок в нужном направлении для развития дизайна игры. Мы пытались сделать нечто более динамичное и увлекательное в жанре фэнтези, не просто унылую средневековую сказку про войну с маленькими смешными мечами и кольчужными капюшонами. Нет, у нас были крутые орки с рогатыми шлемами, зубастые и суровые, у нас были дворцы и все такое. Warcraft стал настолько популярен, что Blizzard сразу же заговорили. Вся индустрия издала коллективный вздох в освещении. Мы получили премию «Игра года», и это многих удивило. За два года мы перестали быть зелеными новичками. Примерно в это же время мы начали работать над Warcraft 2, и я помню, я думал, что неплохо было бы развить тему, включить в игру множество новых королевств, континентов, добавить новые расы. С отдельной историей. Между созданием Warcraft 2 и Warcraft 3 прошло много времени. Мы набили руку в других играх и вселенных, научились создавать действительно интересные сюжетные линии, так что когда мы взялись за Warcraft 3, мы уже были готовы сделать что-то отличное и эпичное. Мы знали, что мы себя представляем как художники и как рассказчики, и потому новые идеи рождались свободно, искренне и с душой.